здравствуйте с вами николай пивненко эта программа дата давайте посмотрим чем знаменит день 3 января человеческой истории и в российской в частности начнем с 1892 года когда в этот мир пришел джон рональд руэл толкием английский писатель так называемый властелин колец некоторые вообще считают это какой-то литературной или около литературной религии в 1948 году родился владимир стеклов известнейший советский российский актер театра и кино который по-прежнему нас радуют самыми разными театральными и кино работами встречался с ним сам лично часто и должен отметить что он как человек тоже очень и очень приятен дай бог ему здоровья и счастья ну а 1969 году в мир пришел михаэль шумахер немецкий автогонщик формулы-1 29 декабря в тринадцатом году на горно-лыжном курорте в мербеле куда шумахер отправился на отдых вместе со своими друзьями и сыном во время спуска со склона он не справился с лыжами и вылетел за пределы трассы после чего споткнулся камень который был прикрыт снегом и упал в результате падения шумахер ударился головой о горный выступ по словам врачей спасти от скорой смерти ему помог шлем расколовшийся на куски во время транспортировки на вертолете михаэль потерял сознание врачи оперативно вели его состояние искусственной комы подключив к аппарату вентиляции легких в первое время медики от прогнозов вообще отказывались заявляя что немец находится в критическом состоянии ну а летом 14 шумахер впервые приходит сознание после чего его даже выписывают из больницы и отправляют домой больше никто ничего о нем не может узнать все держится в тайне но в 2019 году вроде бы просочилась какая-то информация что шумахер идет на поправку даже если она не очень соответствует действительности мы на это с вами надеемся ну а теперь о событиях 3 января начнем с 1882 года просто любопытный факт приплыл в нью-йорк оскар уальт да да тот самый запомните пожалуйста таможенную декларацию и как вы думаете что ответил на эту просьбу знаменитый писатель он заявил что ему нечего предъявить кроме своего гения ну а в 1924 году спустя два года после обнаружения пирамиды египетского фараона тутанхамона британская экспедиция под руководством археолога говарда картера находит главное сокровище пирамиды каменный саркофаг фараона когда феврале его вскрывают внутри находят золотой гроб с мумией тутанхамона фантастическая находка до сих пор многие спорят а можно ли беспокоить фараонов но поверьте в долине царей или в долине фараонов как называют в народе до сих пор с удовольствием все посещают те склепы те дома фараонов те захоронения фараонов которые доступны для посещения еще некоторые интересные факты сегодня день рождения соломинки для коктейлей вот уж праздник символическое значение он имеет потому что 3 января в 1888 году владелец фабрики по производству бумажных мундштуков для сигарет марвин стон получил патент на изобретение соломинка для коктейлей первая запатентованная трубочка изготавливается из простой бумаги вместо нее вскоре применяют манильскую бумагу состав которой входит пенька прямо как у гоголя мертвых душах благодаря такой доработки соломинка перестает размокать при контакте с напитками а как понимаете при долгом разговоре очень важно 1937 году джозеф фридман патентует трубочку с гофрированным участком благодаря которому появилась великая возможность сгибать ее для большего удобства пользования во второй половине двадцатого века владелец магазина швейных машин в балтиморе отто дайфенбах изобретает целлофановую или пластиковую трубочку для питья постепенно дизайнеры совершенствует внешний вид соломинки они придумывают трубочки разного красочного содержания размера с украшениями светящиеся в темноте в общем все что угодно приспособление для втягивания напитков из бокала назвали соломинкой потому что изначально для этой цели да да использовали обыкновенный высушенный стебель злаков до 1906 года трубочки для питья изготавливали вручную а затем даже забрели станок для производства так что сегодня 3 января пока продолжается у нас с вами новогодние праздники мы вполне имеем право попробовать какой-нибудь правильный коктейль с помощью соломинки ну и финале нашей сегодняшней программы хочу напомнить что 3 января в 1936 году появился на свет николай рубцов русский и советский поэт вот лишь одно произведение но насколько она про нас с вами ветер не ветер иду из дома в хлеву знакома хрустит солома и огонек светит а больше ни звука не огонечка во мраке в юга летит по кочкам эхрусь россия что звону мало что загрустила что задремала давай пожелаем всем доброй ночи давай погуляем давай похохочем и праздник устроим и карты раскроем эх козыри свежи а дураки те же с вами был николай пивненко в проекте дата